Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Глава МИД РФ Сергей Лавров отправляется в Нью-Йорк. Эмоции зашкаливают не только у охраны министра. Накануне визита далеко не все журналисты, которые должны были лететь вместе с Лавровым, были уверены, что смогут на этот раз пересечь американскую границу. Виз в паспортах не было у практически половины представителей СМИ, которые значились в списках делегации. Как тут не вспомнить, что чуть более года назад Лавров также летал в Нью-Йорк, а визы журналистам американское посольство выдало лишь после того, как министерский ИЛ-96 вылетел в США. Нас до последнего уверяли, что все окей. Говорили, что паспорта с визами будут готовы до вылета. В итоге во Внуково-2 мы проводили министра, а сами поехали домой. На этот раз ситуация была близка к повторению. И все же в воскресенье за день до вылета в Нью-Йорк, потрепав все же нервы, американское посольство выдало визы всем журналистам. По сути, Лавров летит с визитом не в США, а в ООН. С представителями Белого дома или Газдепа у него по информации на понедельник запланированных встреч. Несколькими днями ранее в интервью журналу «Международная жизнь» замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что пока Москва не ведет даже пристрелочных переговоров с командой Джо Байдена. В Нью-Йорк Лавров отправился, чтобы принять участие в двух важных заседаниях Совета безопасности ООН. На 16 июля под председательством нашего министра пройдут открытые дебаты министерского уровня на тему многостороннее сотрудничества в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства. А на следующий день запланированы еще один открытый дебат и опять же министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке. Все это в рамках месячного российского председательства в Совете безопасности ООН. По поводу начала председательства России в Совбезе ООН, 2 июля Газдеп озвучил свой двусмысленный комментарий. Американцы вроде как пожелали России успеха. Но ведь на самом деле очевидно, что Вашингтон продолжит блокировать любые инициативы Москвы. Как они это делали и ранее, без исключения в последнее, уже даже трудно подсчитать, сколько именно лет. Российский МИД готов к очередной дипломатической дуэли. Как бы ни старались американцы свести на нет председательства России в Совбезе, у Москвы есть свой четкий план работы. Будем рассматривать задачи многостороннего сотрудничества, обеспечения равноправного, неделимого характера безопасности. Конечно, поговорим о том, как Запад пытается манипулировать всем и вся, сообщил Лавров за день до вылета в Нью-Йорк. Министр озвучил, каким будет ответ на любые западные упреки, простыми, конкретными вопросами возвращать мяч на их сторону поля. Для меня будет достаточно услышать, что они скажут в ответ на уже в десятый раз заданный вопрос. Точно так же, как вопрос о том, как идет расследование на северных потоках, напомнил Лавров. Как же так получается, что все западные компании-монстры в нефтяной и газовой сферах, которые снабжали нас новейшими технологиями в добыче и переработке, ушли из России, отказались поставлять нам новое. Разорвали контракты на обслуживание действующих заводов, прекратили все инвестиции, заморозили рабочие и строящиеся проекты и так далее, а мы увеличили поступление в казну от нефтегазового сектора. Чудеса на виражах. Да, шок, это по-нашему. Запад реально в шоке. Все их рачты на быструю разорванной в клочья экономикой, и принуждение нас к сдаче позиций на мировой арене на их условиях показали, что с аналитикой у коалиции Запада вообще бяда. Мозги, дело такое обычно их не видно, но, когда не хватает, очень заметно. После развала СССР западные кураторы постарались полностью починить своим интересам весь энергетический сектор России. Распил ресурсной базы шл нагло с циничной ухмылкой и с похлопыванием по спинке. Составлялись грабительские долгосрочные контракты, которые мы подписывали с одним желанием – выжить. Было не до жиру. Для разработки месторождений нефти и газа создавались предприятия с долевым участием и подписывались соглашения о разделе продукции. По условиям этих соглашений участникам предоставлялось право покупать получаемая сырь практически по себестоимости. Кроме того, добываемые углеводороды не облагались никакими акцизами. Это был прямой и бессовестный грабш наших ресурсов и нашей казны. Владимир Путин в течение 20 лет по крупицам отвовывал каждый участок нефтегазовых месторождений, выдавливал западные компании из энергетического сектора, и каждая такая становилась очередным подарком для бюджета. Где денег становилось с больше и больше. И вот наступила благословенная эра санкций КО-3. Эпоха 30-летнего воровства наших ресурсов и высасывания денег из российской экономики неожиданно для КО-3 и подошла к своему завершению. Наши политики и бизнесмены воспользовались ошибкой Запада и с нескрываемой радостью экспроприировали экспроприаторов. Одна за другой компании сливали свой бизнес в России и уходили, как жики в туман. Впереди планеты всей, очень ожидаемо, стали крупнейшие корпорации. В марте 2023 года свернула все проекты и прекратила инвестиции британская. Она была главным партнером Роснефти на протяжении 10 лет. Но политика выше экономики, поэтому смыла сразу. В Роснефти они владели 19-75. В других проектах владела 49-ю в геологоразведочном совместном предприятии «Ермакнефтегаз» и газовом проекте «Харампурнефтегаз», а также 20 в ТААС-Юрях, которая разрабатывала среднебатуабинское месторождение. Вспришлось продать. Продажа шла в торопях и с огромными финансовыми потерями. Беспрецедентное политическое британского правительства привело к серьезному ущербу и снижению конкурентоспособности. По словам представителя, в результате продаж российских активов компаний списания в первом квартале составили более 25 миллиардов долларов. Роснефть при этом отлично укрепилась. Кто теряет, кто-то находит. Сенаторы обеих американских партий подготовили законопроект НОПЕЦ, который призван ограничить влияние ОПЕК на мировом рынке нефти. По задумке Вашингтона будут признаны незаконными абсолютно любые совместные действия, направленные на регулирование добычи нефти и установлению на нее тех или иных цен. Суды США будут наделены полномочиями рассматривать иски иных лиц ОПЕК и выносить соответствующие решения. Пока что сложно сказать, насколько последовательно будут действовать американцы и как далеко это зайдет. Будут ли США арестовывать активы, например, Саудитов или Алжира, либо дело ограничится пока что громкими политическими заявлениями. В общем, посмотрим. Но одно можно констатировать точно. Дружбе Вашингтона с ОПЕК, самым результативным событием, который стала нефтяная сделка века, пришел конец. Если вспомнить историю, то ОПЕК как организация была создана при непосредственном участии американцев, точнее, той части американской элиты, которая выступала против глобалистов. Целью ОПЕК в начале 1960-х годов было снизить влияние транснациональных нефтяных компаний, которые являлись кошельком глобалистов. Правда, уже совсем скоро ОПЕК вышел из-под контроля, а влияние американских государственников на внешние и внутренние процессы стало снижаться. В начале 1980-х годов Вашингтон заключил с Саудовской Аравией нефтяную сделку века. Эр-Риэт обязался продавать нефть исключительно за доллары и контролировать работу ОПЕК, участники которого также должны были использовать в нефтяных расчетах американскую валюту. Взаимен Вашингтон обязался обеспечивать безопасность королевства и не лезть в его внутренние процессы. Механизм успешно функционировал, однако деградация западной. В частности, американской политической элиты успешно обнулила сделку в одностороннем порядке. Пытаясь достичь внутриполитических целей, демократы начали огульно обвинять Саудовскую Аравию и лично королевскую семью в ряде преступлений. Дело дошло до того, что во время визита Байдена на Аравийский полуостров американский президент подтвердил озвучиваемые ранее тезисы, это стало последней каплей, Саудовская Аравия терпела долго. И вот, во время визита Си Цзиньпина было заявлено, что королевство будет стремиться продавать нефть не только за доллары, но и за другие валюты. Разумеется, в первую очередь речь идет о Китае, одного из главных импортеров арабской нефти. И, действительно, если посмотреть структуру торговли, то получается, что САА продает нефть в Китай, получает доллары и за доллары покупает американскую продукцию. Для чего в двусторонней торговле использовать доллар, хотя обеим сторонам куда выгоднее перейти на юань? Разумеется, это чисто политическое решение и оно, судя по всему, уже принято, подобное означает конец нефтяной сделки века. Вашингтон и Эррият обнуляют друг перед другом обязательства, а для чего в этом случае США ОПЕК? Зачем организация, которую американцы не могут контролировать? Да и такая, которая имеет все возможности влиять на мировой рынок нефти, поэтому здесь Вашингтон себе не изменяет. Если над чем-то нет контроля, то, с американской точки зрения, контроль нужно либо установить, либо уничтожить какую-либо организацию или страну. В нашем случае контроль над ОПЕК получить американцам невозможно. Поэтому вывод напрашивается сам собой.